Здравствуйте, представляю вам небольшой лайфхак для беседы со свидетелями Иеговы. Сегодня мы поговорим только об одном аспекте из знаковой притчи Иисуса. Небольшая преамбула, притча заточена, если можно так сказать, к учителям Божьего Слова. Итак, поехали, хронология исполнения событий следующая, кончина века, сбор плевел, сбор пшеницы. Только не суетись, дитям мороженое, его бабы цветы, смотри не перепутай, кутузов. Надо сказать, что сбор происходит с одной единственной целью, воздать каждой группе по делам, вследствие чего плевелы уничтожаются, а пшеница прославляется. А не ограничение для одних, и предоставление больших полномочий другим. Так и только так объясняет Иисус, так и только так его можно понять. Что же нам говорит сторожевая башня за 2013 год, 15 июля, тема «Я с вами во все дни». С точки зрения сторожевой башни жатва началась в 1914 году, и как полагает общество плевела и пшеницу жнут, то бишь изымают уже более ста лет. Пшеницу помещают в резервацию под названием «Христианское собрание», и они наделяются огромными полномочиями представлять Бога на земле, как будто до этого они были мусульманами или буддистами. Плевела также сжаты, правда не совсем понятно куда сжаты, и почему у них не происходит скрежет зубами. Надо напомнить одну прописную истину, если вас изъяли из среды обитания, то вы уже не будете оказывать свое влияние, так как вас там попросту уже нет. Но по факту десятки тысяч плевел не знают трактовку свидетелей Иеговы и продолжают свою миссионерскую деятельность по всему обитаемому шару. Вполне счастливы, успешны, и тихо-мирно сходят в могилу в преклонном возрасте. Абсурдность трактовки, не совсем трудной притчи, наводит на определенные размышления, а не являются ли лидеры сторожевой башни сами плевелами. Я рассмотрела лишь один нюанс из этой притчи, в действительности таких подробностей наберется еще парочку. Подписывайтесь на канал, оставляйте комменты, до скорой встречи.